Студент медуниверситета Джозеф в Харькове живёт около года. Парень родом из Нигерии. Дома его ждут два младших брата и сестра. А связь с родными Джозеф поддерживает через социальные сети. Потому очень хорошо знает, что происходит у него в стране. Мужчина из Либерии привёз лихорадку Эбола в Нигерию. Говорят, что у него начали проявляться симптомы ещё в самолёте. И все пассажиры уже на тот момент контактировали с больным. Сейчас, рассказывает Джозеф, ситуация в Нигерии улучшилась. Последний случай заражения вирусом произошёл в начале сентября. Однако школы открылись совсем недавно. А на границе всё ещё круглосуточно дежурят санитарные врачи. Парень считает причиной масштабного распространения вируса халатное отношение к миграционных служб, к своим обязанностям. Моё отношение ко всей этой ситуации сейчас, если бы в аэропортах, морских портах должным образом проверяли пассажиров, то распространение эпидемии можно было бы избежать. В Украине готовы к встрече со смертоносным вирусом, утверждают инфекционисты. Но всё же надеются, что Эбола в страну не проникнет. Риск, конечно, есть, но как бы в связи с эпидемией прошли тренировочные занятия среди медицинских работников, среди работников аэропортов, среди работников железнодорожного транспорта. То есть, как бы, такие фильтры, изоляторы должны быть. И риск сведён, я думаю, что к минимуму, что к нам на Украину может попасть такая грозная инфекция. Отсечь всех подозрительных путешественников медики смогут ещё в аэропорту. Пассажиров самолёта встретят санитарные врачи в защитных костюмах. Хотя они и старого образца, рассказывают медики, но по уровню защиты ничем не уступают новым скафандрам сотрудников ВОЗ. А вот принимать пациентов с подозрением на Эболу в Харькове может только одна больница – областная инфекционная. Там есть боксы с отдельными входами и выходами, куда и помещают больных. Вакцины же от смертоносного вируса всё ещё нет. Инна Степанишина, Александр Проценко, агентство телевидения новости.